Ну, сегодня у нас задымление небольшое, так как шахта не работает, ну, карьеру. А вообще в обычные будние дни здесь, во-первых, стоит сегодня и запаха даже меньше. Стоит такой запах, если кто ездил на посылок и поездах, они вспомнят этот запах. И не идут скрышные работы. Когда скрышные работы опять пойдут, попадает кислород, и задымление уже начинается конкретно. Такой концентрированный дым бурого угля, именно вот запах именно бурого угля, он такой, как канализация чем-то, я не знаю, как передать это на слова. Но жить можно с таким запахом? Вы знаете, это все-таки жить можно было бы, если бы он горел на чистом кислороде, там, ну, вот как действительно в поездах было, или там в топках котельных. Но здесь бензопирен. А бензопирен – это очень страшный канцероген, сравнимый с радиацией. На краю барьера разреза стоит, значит, 11-я школа. Правильно. Внешний вид, когда куда дети заходят, идеально. Ну, как идеально? Ну, как обычное двухэтажное здание. С обратной стороны посмотрели бы, это, как говорится. Там тоже делают родители, ремонт, как-то поддерживают школу. Четвертая школа, которая вообще чуть ли там, ну, метр 150 на борту. Если хотите, я с вами сижу, я вам это покажу. Мы боимся, что мы до утра можем не дожить. А если проснемся, то, может быть, ну, может, мертв. Мы окажемся в разрезе. Потому что в разрезе, в разрезе, раньше, когда государство было, там были технику безопасности соблюдали. Все. Сейчас этот Стрюков отдал его казахам. Там не укрепляют, вот я человеку сказала, борта вообще не укрепляются. Вообще не укрепляются. Вот. И болеющий вот этот полз, вот вода вот эта, которую выкачивает, чтобы действительно разрез не пошел, как говорится, не этот, выкачивает эту воду. Но дело в том, что вот эта вот вода пойдет, вот эта и все. Вот буквально на днях, я сейчас скажу, неделю тому назад, я была в третьем доме у приятельницы. Я к ней закажу и сижу, она говорит, давай чай попьем, я пью. И вы знаете, вот как волна, вот на волне вот так вот. Я не скажу, что это сильно ощущается, но оно ощущалось, что как дом идет, вот понимаете, вот его как будто как вот холышет. Ну, во-первых, мы ничего не едим. Пьем водичку без газов. Просто, или, ну, минеральную воду без газов. Просто вот воду. Вот, хотя бы, просто голодовка, хотя бы кто-нибудь, чтобы нас услышал. Вы работаете? Я, да, работаю. А, подождите, как вы ходите на работу? Я взяла отпуск за свой счет. Ага, взяли сейчас. Да. Скажите, пожалуйста, вы пришли снять, как-то, ну, отреагировать на их заявление или что? Ну, так скажем, у нас информация появилась, мы отреагировали, то есть выясняем обстоятельства. А вы прокуратура? Прокуратура города Коркина. Города Коркина. А вы можете нам сказать, что вот вы сегодня пришли, там, опросили людей? Ну, честно говоря, я комментарии какие-то неуполомочен давать. Но я единственное могу вам сказать, что проводим, выясняем обстоятельства, так скажем, с нашей стороны. У нас тут вопрос на контроле. И областная прокуратура знает об этом, так скажем. Ребенка врожденный гипотириоз. А что это значит? Это не работает щитовидка совершенно. То есть щитовидка, вы сами знаете, отвечает, как бы, ну, очень важный орган. Она отвечает за рост, за развитие, за умственную, как бы, способность ребенка. То есть ребенок с рождения на таблетках. Благо то, что еще нам рано его выявили, поставили, чтобы мы рано начали лечиться. А так нам сказали, что ребенок как бы инвалид, если бы поздно. То есть позже восьми месяцев ребенок был инвалидом. То есть у меня трое еще есть детей, вот одна четвертая. Все трое здоровые, а вот ребенок четвертый. У меня родился вот. С чем вы это связываете? Естественно, экология. Это разрез, это задымление. Сами вот ходим, задыхаемся, кашляем постоянно. То есть никогда никаких проблем не было. В горле постоянно вот какое-то вот першение. Связки очень садятся.